Номер 29 Начинаю именно аукцион с изделий Семеновской фабрики. Матрешка под номером 29, который вы смотрели, ее стартовая цена 250 долларов. В ней 16 куколок, 16 матрешек внутри. Ни одна из 16 матрешек по своему художественному воплощению не повторяется. Желающие есть приобрести матрешку 16 предметов. Семеновская фабрика А запоем опять сначала, а чай гармошечка своя новая. А меня с ней опять прогнала голубоглазая моя. А заглянул я под ворота, а стал милашку вызывать. Маша! А слышу, Бобик жрет кого-то, а не могу никак понять. Меня! Маша! 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 Субтитры создавал DimaTorzok А по деревне шла и играла, А самоварная труба с дымом, А меня теща провожала От парадного крыльца. Субтитры создавал DimaTorzok Русский городок Семенов, заплутавший средь нижегородских лесов, Межберез, Долип, известен как крупный старинный центр художественной обработки дерева. Этот град вобрал в себя, как в постовок, созвездия народных талантов, умельцев. Что не дом, то мастерят, то ли режут, то ли красят, то ли пилят. Словом, ворожба свершается на глазах. А рядом по извилистым лесистым берегам вечно дремлющего керженца Затаились деревни, взвоз хомутово, быдрей, телки, великуша, мериного. Здесь, в лесной тиши, родилась и расцвела деревянная игрушка. И сейчас, почитай, в каждой избе стоят хороводы готовых пуститься в перепляс матрешек. Об одной из них, пытаясь раскрыть секреты мастерства, уже который раз выспрашивает главный художник семеновских сувениров Иван Константинович Сорокин, дочь первого мастера-игрушечника Арсентия Федоровича Майорова, Елизавету Арсентьеву. Кто первый начинал ее расписывать? Мой отец привез ярмонки из Горького, эту матрешку. Она была глухая, не вырезана, как булванка. Из Нижнего Новгорода? Да. Из Нижнего Новгорода. Там была ярмонка, козья ее называли, эту ярмонку. И вот он привез. И заставил постарше. С 13-го года сестра у меня, Зиновия, она вот ночь умерла. Она расписывала эту матрешку гусиным пером. Как-то а гусиным пером? А краситель как готовили вы? А красители так же готовили на воде, как и сейчас. Он сам нарисовал первую матрешку. Ах, он как! Сам. А потом вот Зинаида стала... Учиться тоже писать? Учиться, да. Так. И первое что? Ну, сейчас это более-менее позднее. А раньше здесь еще и венок был. Венок был. И цветы другие были. Цветы другие. Ручкой писали пером. Да, 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 да. И начиналось это... Сколько же после людей стало, мастеров-то у вас учиться? А тут все... Сперва стал, вот, я в лампе Иваныч Вагин. А, да, да. От Ева учился. А до этого точили. У нас много токарей было, но матрешку не точили. Не точили. Примерно в петровские времена появляется в России слово «сувенир». Пришло оно из Франции. И вот деревянная игрушка оказалась столь выразительной и так образно воплотила черты русского национального характера, что стала традиционным русским сувениром. В отчетах московского губернского земства 90-х годов прошлого века о большом спросе на игрушку за рубежом говорилось. На весенней лейпцигской ярмарке в тысячи экземпляров шли деревянные складные куклы-матрешки, расписанные в русском стиле. И далее. Заказы на эти игрушки-матрешки выполнены в 14 государствах. Мы матрешки, мы матрешки, у нас маленькие ладошки, щечки пухленькие, сами кругленькие. А мы матрешечки по горошеньке, ничего, что малы, зато хорошенькие. Пароводим нас четыренюшечки, неужели не найдем себя поварюшечки? Мы матрешечки и говорушечки в хоровод стоем, про житаринную поем. Все на глазок, все на ощущениях пальцев, все по наитию токарит целых полвека Емелин Евтифий Федорович. Я родился в крестьянской ремесленной семье. У нас здесь все занимались каким-то ремеслом, потому что здесь были земли бедные, нужно было ремесло. Раз ремесла нет, жили-лили еще беднее. Глеба не хватало. Поэтому все занимались, кто изготовлением ложек, изготовлением саней, повозок, кто вот токарным делом стал увлекаться. Не только матрешки, там разные самоварчики раньше делали, пирамидки, куколки. И все это реализовалось свободно на рынке. Когда мы изготавливаем эти изделия, мы вкладываем глазомер, чувствуем пластичность в этой древесине, чувствуем форму. Любой рабочий, если он любит свою профессию, он должен в любой детали, какую бы он ни выполнял, чувствовать что-то живое. Живое должен чувствовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова КОНЕЦ КОНЕЦ Велико дело традиции. В Семенове она жива. Не исчезают во времени истоки и навыки народных умельцев. Младшие, глядя на старших, любуются творчеством. Питает их семеновская зависть изнутри соком первородным. Вереницей перед их изумленным взором льются краски весны, зимы, осени, лета. Творение рук человеческих. КОНЕЦ А примерно вот так никогда не посчитывали. Сколько же вы матрешки расписали своими руками? Ой, не счетно. Много людей подарили счастье своим трудом и умением красоты. Так уж она вошла в историю. Да. Ну сейчас, конечно, она лучше. Не сравнишь с той матрешкой. Ну цветы те как-то лучше, яснее смотрелись. Ах, вот. Творческие были цветы. Да, да, да. Сейчас у нас более природные, ближе к природе. Ну это вот после ваших цветов, который уже родился полхмайданская рост. Вот они такие яркие остались. Ну, я бы не сказала. У них совсем нет. Я ведь была там в 48 году. У них матрешки без рук. Меня посылали туда, Союз посылал их переучивать. Но они не захотели. Им все трудно было. У нас и ручки, и холостки такие, и фарточек. У них совсем другой, да. А потом вот шарики. Они только этой краской намажут, а потом тыкали их. А я их учила на машинке отводить. Ага, на шарах-то. Да, им все трудно. Им не понравилось. Словно выхваченный уголок земли, пригретый солнцем, старинное село Похмайдан. Много берез да лип повыросло с тех пор, как побывала в нем Елизавета Арсентьевна Майорова. Но дух соперничества двух нижегородских художественных росписей, Похмайданской и Семеновской, живы по сей день. Тарарушки величают местные жители деревянные игрушки. Словно букет цветов из палисада, Эдкая местная деревенская красавица, Похмайданская матрешка. И на что я не взираю, И как на этот большой дом, Большой дом, Наверно, ой, как на этот большой дом, Где что-то ленькой цветочек, И кой долину украшал, Украшал, Наверно, ой, кой долину украшал. КОНЕЦ КОНЕЦ Коли посмотреть, что намастерили здесь, Что накудесили головы да руки, Так и в пояс поклонишься. Как весной на лугу Распускаются свежо-звучно То одни, то другие яркие цветы. КОНЕЦ 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 А мы пойдем, а вы сидите, а вы сидите, мы поем. А мы пойдем, вы как хотите, мы пойдем. Пошли, ребята, опа! Что ж ты, милая, красивая, стоишь возле пенька? Тело гречка на байке, зеленая фуфаечка и руки под бока. Балалайка с куколка, моя милашка куколка. Чесноковка, луковка, да помидорка, брюковка, моя милашка куколка. Меня милка изменила, хохотал-то, хохотал. А я такую-то медведицу, малиньки, васинки, бережки видал. Шел я бережком до речки, вижу, тещенька идет. А я гармошку растянул, да громко песню затянул, да пусть узнает, кто поет. Кажется, что матрешка древняя игрушка, а ей-то всего-навсего сто лет. И все такая же цветастая, свежая, любит приодеться, как говорят в деревне, кровь с молоком. Много легенд ходит о происхождении матрешки. Но вот по утверждению сотрудников института игрушки, эта деревянная фигурка появилась в 1890 году в мастерской детское воспитание в Абрамцевской усадьбе в Подмосковье. Прообразом ее стала японская игрушка «Семь счастливых богов». Самый большой – Зюро. Следом – Хожей, Дайкоку, Эбису, Бесямон, Фукурокудзю, Бентен. Игрушка была привезена с острова Хансю, владелицей Абрамцевской усадьбы Мамонтовой. И игрушечных дел мастер Звездочкин вручную вытащил первую фигурку. В истинно-крестьянском духе расписал белую болванку художник Малютин. И явилась миру новая игрушка, нарекли ее Матрёной, а ласкательной Матрёшкой. Матрёшка В Японии на острове Хансю до сих пор сохранились древние народные промыслы. Как триста лет назад предки Акио-Тадзавы из местечка Хаконы точили деревянные игрушки, так и сегодня глава семьи продолжает семейную традицию. А жена Туэко и бабушка Сима расписывают. Впервые увидели своими глазами нижегородские художники прародителей Матрёшки и не в музее, и не в кино, а на том самом месте, где и родилось славное семейство. Ощутить тонкость мастерства своих коллег, приемы росписи, нюансы работы, раскрыть свои секреты, увидеть чужие – большое дело. «А в России нынче столетие матрёшки отмечают», – сказали нижегородские художники. «А в России нынче столетие матрёшки отмечают». Субтитры создавал DimaTorzok Полхмайданские семеновские матрешки Задорные бойки, пеучие В цветастых полушалках Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok